сегодня у нас будет тест и к автоматном соусе красная цена из пятерки против кильки которые я купил в ашане которую самую дешевую нашел она была 28 рублей а это 19 с копейками ну и естественно вот такую вермишельку она ком так ну что же давайте откроем и посмотрим что она здесь ждет такая густая консистенция ну на вид как каша видите какая-то она прессованная что лечу запах приятный как у обычной кильки в томате смотрите как каша ну целенькие вот попадается на основном как каша попробуем красную цену открыть это 28 рублей а вот эта красная цена 19 рублей там с копейками не помню точно так а здесь она жидкая какая-то вот смотрите мелкая какая-то совсем вот с жидкостью тоже кашек опять рыбки тут меньше здесь покрупнее рыбки ну и тоже непонятно ну что-то по запаху ну почти одинаково но вот этот мне почему-то больше запах нравится вот такая штука сейчас будем пробовать ой здравствуйте здравствуйте еще раз здравствуйте рад вас приветствовать на своем канале м т.в. и с вами снова я юрчик со мной можно на ты вот не стесняйтесь пишите комментарии все что угодно даже просто обычные смайлики всему буду рад ну что ж перейдем к делу у нас сегодня пятерка в с ашан сражаются кильки в томатном соусе так вот бах-бах вот это 28 рублей вот это 19 копейками ну грубо говоря 20 это на 8 рублей дороже да вот смотрите ну принципе я открывал там вы видели как каша одну без без влаги а здесь с влагой и тоже каша она мелкая какая-то киличка но и лапшу заварил и лук у меня пророс я его решил съесть пока он не не сгнил хлебушком так ну давайте попробуем попробуем красную цену кильку к она на вкус запах ничего принципе съедобно чуть-чуть чего-то не хватает не знаю чего может каких-то пряностей так попробуем ваша не который нашел не знаю я искал каждый день продукт она наверно еще дешевле была бы ну это была самая дешевая так ну что ж попробуем тут тоже как каша запах как-то поприятнее что ли но здесь крупнее ну а здесь как-то пряности по моему больше добавили ну вот это вкусно и для чем вот это о фортуна крым с крыма это тоже черноморская о болт-ост какой-то город рязань у нас в рязани килька с глазами ее видят они глядят мне прикольно и в общем съедобная штука иногда бывает блин так кильки в томатном соусе прям банку скроешь прямо так вот берешь так ее прям с банки съешь и примут хлебом берешь вот так вот еще помогал помогал а еще если есть вот такие вот макарошки быстрого приготовления так запарились обошают дошрак иногда поточить ну или вот такую лапшу он такой вредная ну даже такое вкусное нам не знаешь куда себя деть не так вот в телечку помогал вермишельки закинул вкусно дешманский обед но зараза вкусный кстати такой обед я думаю большинство людей себе сможет позволить 2 пешпакета там по 5 рублей 2 банки кильки блин там 48 рублей вышло мой общий обед не вышел получается вот эти они по-моему рублей по 9 были так в 1748 кстати 60 рублей там на хлеб дома всегда у всех есть и лук обледение но не дадут мне видос записать заразы ходит тут не все топчут и личка как каша я думаю эти кильку взять более который подороже она там будет прям целенькие рыбки наверно я уже не помню ну а здесь каша вот это более пресная какая-то не такой насыщенный вкус как здесь здесь там чувствуется душок душистый перец вкусно ой нельзя вдыхать когда хлеб а то подавится ну ну что за жизнь ой блин аж это не дадут пообедать нормально человеку приятного аппетита спасибо ну что ж вывод из кильки вот эта понравилась мне больше вот такая вот такая у вас как дела как жизнь чем занимаетесь пишите в комментарии вдохнул теперь подавился да что ж такое бульончик с такого такой лапши прям ух а ну палочками удобно обалденно ну-ка чего сидишь давай заваривай тоже себе лапшичку давай со мной вкусно желтый ой блин ну не минуты покоя не дают записать видос что за народ отстаньте дайте пообедать ходят не тут мешают всякие в принципе все это съедобно рыба на рыбу главное чтобы не травануться такой дешевой келькой остальное пофигу хотя травануться можно и дорогой там как батареи консервы это всегда лотерея что там внутри фиг его знает попадется тебе хорошая или плохая я люблю консервы консервы это у них почему-то всегда такой необычный вкус особенно когда мы выживали там лес ездили ну и классно тушенку на костре ну а бабе на этот гречки с тушеночкой в походе хайф или кусок мяса такой сочный скворчащий прям я вот помню жарила прям угли прям просто на угли бросал не на железке ничего прям на углях вот так получилось когда мы запишу такой видос давай что-то я наелся спасибо за просмотр сакай футболками видите волк ну ты заходи если что сейчас спою ой ёлки вкусно да вкусно в принципе съедобно дешево сердито так что вот так вот ребята такой у меня сегодня прерывистый видос не дают ходит тут редиски мешают не любимым делом заниматься ой ребята пацаны которые мне комментариях посоветовали фильмы давайте чё один фильм всего давайте там несколько муж каких-то фильмов разных там комедии там вот а то их блин я уже все пересмотрел уже не знаю чего смотреть давайте что-нибудь такое что я не видел вдруг комментируйте пишите не обязательно только ужастики комедии можно там быть интересным путешествия там приключения очень пишите ребята ну и по традиции желаю вам самого-самого огромного просто здоровья берегите себя лишний раз не рискуете не не испытывайте тетюшку эту как ее там судьбу что ли вот не искушайте бога живите правильно будьте проще люди к вам потянутся да видел на машине знаете есть порши панамера сзади porsche написано а кто-то взял передел буквы и там написано будь проще вместо porsche прикольно да ну на панамере ездить конечно проще быть можно легко легко говорить когда ты богатый там и это и всем да и счастье не в деньгах конечно найти уже как бы не нуждаешься в них поэтому будешь думать совсем о другом вот как там один чувак блин скорее хочу разбогатеть и ходить с важным лицом и всем говорить что деньги не главное вот так вот да без денег это же как воздух нельзя без денег это как составляющая не знаю то вот как вот с чем даже ни с чем не сравнимо просто деньги как есть деньги то ты что-то в этой жизни значишь а если нет денег тут и никто к сожалению это так это вот жестокий мир никуда не деться от этого но есть что-то важнее денег сильнее денег это семья это когда я жил родители когда никто не болеет из твоей семьи когда близкий друг всегда рядом всегда поможет вот это дороже денег и желаю вам чтобы вы сохраняли вот эту ценность и чтобы она была у вас в сердце не собирайте богатство на земле там библии это как бы со смыслом же цените дружбу цените хороших людей цените труд цените там то что вы делаете потому что за эти вот кто не работал тот отдыха не знает да как бы вот как то так тоже интересно тема такая опять я тут этот разглагольство не попрощаюсь не к ну в общем и большого счастья вам личной жизни а что такое счастье вы знаете что такое счастье напишите в комментариях до встречи